И очень важно грудное скармливание. Именно с грудным скармливанием ребенок получает лакто- и бифидобактерии. То есть молоки они тоже есть. Опять-таки, если мама более-менее здорова. И очень важно в первый год жизни сформировать правильную кишечную микрофлору в кишечнике. Вообще иммунные клетки рождаются в костном мозге, но потом по лимфатическим каналам они идут к месту своего жительства. Место жительства иммунных клеток это мифоузлы, первые бляшки. А первые бляшки где находятся у нас? Кишечники. То есть кишечники живут с 70% иммунных клеток. И здесь очень важно, какая микрофлора в кишечнике. Потому что содружественные микрофлоры, лакто- и бифидобактерии, дрожжи, сахар и мицеты определенные. Их очень много разновидностей, их разные. Есть содружественные наши микрофлоры. Они что делают? Иммунные клетки тренируют. То есть представьте себе, иммунные клетки можно сравнить с армией бойцов. Мы уже с вами договорились, что иммунные клетки защищают организм от воздействия чужеродных организмов, вирусов и так далее. Чужеродных бактерий, вирусов и так далее. И кишечная микрофлора, она эти клетки учит распознавать, какие враги проникли на территорию, да? И как правильно реагировать на те или иные. Потому что есть же и полезные, правильно, да? А есть и вредные. И сотревание иммунных клеток тоже идет благодаря вот этой кишечной микрофлоре. Поэтому очень важно, какие микроорганизмы в кишечнике живут у ребенка. Также кишечная микрофлора, что еще важного делает? Она помогает любую пищу нам переваривать. И в процессе своей жизнедеятельности, то есть ту пищу, которую мы получаем в кишечнике, у ребенка тоже, да? В процессе своей жизнедеятельности, кушая вот эту ту же самую пищу, микрофлора вырабатывает, в ответ, как благодаря за то, что мы ее кормим, вырабатывает эндогенные витамины группы В. Эндогенные витамины К. Это очень важно. Вы знаете, что в основном витамины группы В мы получаем именно благодаря своей кишечной микрофлоре. Вот все остальное в пище содержится, но очень мало усваивается витамины группы В. А витамины группы В, во-первых, это энергетический обмен. Во-вторых, это нормальное развитие нервной системы для ребенка. Так ведь, да? Витамины группы В очень важны. И вот смотрите, сколько я уже свойств назвала, да? Во-первых, нормальная кишечная микрофлора. Во-первых, это помогает переваривать, усваивать пищу. Во-вторых, образование эндогенов витамины группы В, да? В-третьих, это тренировка иммунных клеток. Тренировка. Если вот бойцы, например, вороны призывают, например, пацанов, да? И они не обучены, не тренированы, пусти их в бой, да? Они же половину все погибнут, так ведь, да? А если послать спецназ, да, в отделе там минимальных, то же самое касается и вот иммунокомпетентных клеток. Если благодаря кишечной микрофлоре эти иммунные клетки натренированы, да? Они обучены, правильно обучены, учатся распознавать именно патологические, патогенные микроорганизмы, да? То у нас организм правильно реагирует. Кстати, пример неправильной реакции иммунных клеток – это что? Это аллергические реакции, это неправильная реакция организма на вещества, которые являются безопасными, да? Вот это как раз начинается все именно с кишечника. Знаете, есть такое понятие синдром берега кишечника, да? Слышали же, да? Когда микропроницаемость кишечной стенки нарушена, и опять-таки это зависит от кишечной микрофлоры. Дело в том, что еще одна функция нормальной кишечной микрофлоры, она образует такую защитную пленку для стенки кишечника, через которую патогенные микроорганизмы просто не могут проникать. Если нет кишечной микрофлоры в кишечнике, есть патогенные, то этой защитной пленки нет, и все аллергены, все вирусы, бактерии, токсические какие-то вещества, которые патогенные бактерии в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают, да? Они напрямую могут всасываться через кишечник, проникать в кровь, и тут уже, конечно, интоксикация у ребенка будет просто, ну, реакция будет очень выраженная. Ну, друзья, еще раз, смотрите, вот кишечник, живет там нормальная кишечная микрофлора, да? Одновременно с этим живет патологическая микрофлора, и у нас всякие палочки, мебрионы и так далее, да? Здоровье ребенка зависит, сколько у вас живет нормальная микрофлора и сколько патогены. Вот в норме ребенок ваш будет абсолютно здоров, все нормально, если 95% будет лактобифидобактерии и 5% инопатогены. Если этот сдвиг нарушается, да, все, будут какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому ваша главная задача – сохранить вот эту микрофлору, подкармливать его, подпитывать, чтобы ее было много, чтобы она размножалась и чтобы в кишечнике жила именно она. Все лекарства, химические, особенно жаропонижающие, антибиотики, да? Антибиотики 5 дней подавали, все, этой микрофлоры нету. Вот беда в медицине, что никто не думает об этой микрофлоре и ее не восстанавливают. Антибиотики дали, да? Микрофлоры нету, да? Патогены микрофлоры, тут же, вот этих патологических микроорганизмов, и ребенок не успел еще выздороветь, да, а уже тут же подхватил вторую инфекцию. И ему опять могут назначить антибиотики, да? Вот этот порочный круг, да, я сама с этим сталкивалась, митя, слава богу, что сейчас все меняется, да, вот. А микрофлору установить, друзья, не так-то просто, это как лес вырубили. Лес вырубили, сколько еще ждать, когда он много вырастет, да? Поэтому очень важно, даже если вам назначили антибиотики, бывают ситуации, когда действительно надо одновременно с этим давать, что? Пробиотики, да, чтобы поддержать эту микрофлору. И кормите ребенка пребиотиками. И тогда восстановление кишечной микрофлоры может довольно-таки быстро произойти в течение 4-6 месяцев. И, друзья, очень важно питание ребенка. Вот очень важно. То есть, смотрите, нужно четко понимать, что нужно нормальной микрофлоре кишечнику, что она любит, да? И чем питается патогенная микрофлора? Ну, тут уже вы все, наверное, знаете, да, что нормальная микрофлора что любит? Во-первых, кисломолочные продукты, нормальные, да, натуральные. Во-вторых, овощи, груши, да? Зелень, клетчатка, да? Чем питается кишечная микрофлора? Клетчатка, друзья, в основном клетчатка. А патогенная микрофлора что любит? Сладкая. Булочки. Поэтому, друзья, если хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, исключайте все сладкое. Исключайте. Особенно грибковые инфекции, они как на дрожжах все растут, все грибы, да, если ребенок... Вот, знаете, это я на своей внучке. Мы вообще придерживаемся, что за трех лет вообще ребенку сладкое вообще не давали. Он не знал. Внучка вообще не знала, что такое сладкое. Вообще не давали, и все. Сколько сейчас нужно? Сейчас 5 лет. Вот, ну как только ребенок попробовал сладенькое, и все началось. Это же как наркотик, друзья. Это как наркотик. Ой, да еще ведь не вкусненькое. Но она сейчас четко сама понимает. Если она переела сладкого, да, она четко понимает. И уже начинаются там чуть-чуть сопли, чуть-чуть что, все, есть сладкое уже нельзя. Она даже не просит сама, представляете? Она четко вот эту связь тоже, как только сладкого переела, начинаются болезни. Начинается плохое самочувствие и так далее. Вот я вот это четко по своей ручке вижу, да. И я прямо благодарна сибирскому здоровью. Сегодня мы расскажем вам о продукте. То есть есть альтернатива, альтернатива сладкому, которая, по сути, вкусненькая, приятненькая, но сладко сахара нету. А будет питать какую флору? Поддерживать нормальную кишечную микрофлору, да? Ну и насчет микрофлоры разобрались, да? Здоровье детей зависит от микрофлоры кишечника. Это 100%. Это уже доказано временем. И я прям очень рада. Вот у меня заведующая педиатрическим отделением, моя очень хорошая знакомая, она раньше была заведующей по иммунологическим отделениям в детской республиканской больнице, а сейчас она в мать и дитя в центре заведует педиатрическим отделением. И я как с ней встречаюсь, как и я, я говорю, ну что, до сих пор дитя антибиотиками не пичкаешь? Она говорит, нет, Таня, мы сейчас пробиотики назначаем. Я говорю, ну надо же, какие эмоции, да? То есть даже при любой болезни, да, назначают люди, врачи, прогрессированные, умные врачи, назначают не антибиотики, а назначают что? Пробиотики, лактобифидобактерии. Ну и, друзья, перейдем к нашим продуктам, на которых моя внучка выросла. Вот очень много детей сегодня, которые пришли, они тоже на продукт. Понимаете, у которых дети на Сибирском здоровье выросли? Вот смотрите, да, очень много. У меня тут мяч растет. Ну ладно. И дети, и внуки, да. То есть это уже наш опыт. Меня как врача, потому что очень много у меня тоже в структуре мамочек, большой опыт уже применения. То есть теория теории, да, но вот она практика реальная. Да, внучка тоже болеет, да, детки наши тоже болеют. Но с помощью наших продуктов, наши дети, во-первых, быстро выздоравливают. Вирусная инфекция должна проходить за 3-4 дня, друзья. Все. 3-4 дня, потом все на спар. У нормального ребенка, здорового ребенка, здорового ребенка тоже имеет право болеть. И выздоровление должно идти без никаких осложнений. Вот в принципе должно как быть, да. И мы по сути так и болеем. Так ведь, да, мамочки, поддержите меня. Так ведь быстро выздоравливаем. И без осложнений. Это самое главное. С чего же начинаем? Я уже сказала, да, что вот этот продукт, это вообще уникальный продукт. Лактобифидобактерия. С 3 лет можно. Но если ребенок раньше начинает глотать капсулы, умеет, да, то можно давать и раньше. То есть, что здесь в составе 7 видов, 7 видов. Лактобифидофлоры. 4 вида бифидобактерий и 3 вида лактобактерий. Именно те, которые в основном живут у человека. Кстати, у каждого свой набор микрофлоры в кишечнике. Это как отпечатки пальцев. У каждого разные. Поэтому, чем больше разновидностей микрофлоры, тем больше можно попасть в точку, поддержать именно свою микрофлору. Ну, и это тоже будет полезно. И, но, друзья, это еще не все. Мы пьем лактобифидобактерии. Нам еще очень важно, чтобы они там прижились. Если у вас нет условий там для размножения кишечной микрофлоры, то они просто-напросто это все через какое-то время погибнет, и опять вы вернетесь к тому же статусу. Поэтому есть такой термин, как пробиотики. Это непосредственно лактобифидобактерии, да. А есть термин, как пребиотики. Пребиотики – это те вещества, на которых эта кишечная микрофлора очень хорошо будет размножаться. Кстати, внутрь, это вообще удивительная технология. Во-первых, технология микрофлору, кальцилирования каждой бактерии. В микрокапсулу, да, окружена. И, кроме того, здесь живые лактобифидобактерии, потому что всякие высушенные, всякие другие, не факт, что они у вас придут в нормальное рабочее состояние, у вас в кишечнике. Поэтому, например, оцелак, да, или как там, линус высушенный, да, не факт, что они все, микробы там, они все у вас придут в рабочую форму. Не факт, что они все станут жизнеспособными. А работать-то будут какие? Только живые микроорганизмы. Вот у нас здесь живые. Это технология микрокапсулирования совместно с корейскими учеными. Плюс сама капсула кишечная растворимая растворяется только в кишечнике. В-третьих, 7 разновидностей, четвертых количества. Вот даже в аптеке я изучала 270 видов пробиотиков в аптеке. Там тоже есть очень хорошие, достойные, да, но если вы видите содержание 10 седьмой, это мало, друзья. У нас здесь 10, 9, 10, 10, 9, то есть миллиарды здесь бактерий в одной капсуле, да. И 7 разновидностей. Сейчас, конечно, есть и 14 разновидностей, это тоже здорово, да. Но, опять-таки, соотношение цена-качество здесь очень классное. Вот, например, мне нравится пробиотик в аптеке Buxet Baby. Его можно с нуля давать. То есть вот это капсула, да, ребёнку тяжелее глотать, а Buxet Baby в виде саше водичкой разводишь, и с нуля прям можно маленькому ребёнку давать. И очень долго мы в ручке своей именно Buxet Baby давали. Там по составу почти одинаково, тоже 7 разновидностей, всё, только разводится в саше, да. И та цена, извините, там на 10 дней цена 640 рублей, да. А здесь на 15 дней 640 рублей. Да плюс ещё 25% скидка. Минж, да. То есть намного выгоднее получается, да. Вот. И заселяем микрофору, да. Всё время поддерживаем. Почему? Потому что нахуй сахара, друзья, от нашей пищи, от нашей неправильного образа жизни, да. То есть очень много стрессов. От стресса микрофлора тоже гибнет. От патогенной микрофлоры везде борьба за существование. Патогенная микрофлора вытесняет нормальную и наоборот, да. Если эту будет, то она будет вытеснять патогенную. Так ведь, да? Везде борьба за существование. Поэтому нам очень важно вот эту микрофлору кормить и поддерживать. Кормить и поддерживать. Поэтому, какие у нас есть пребиотики? Пребиотики – это природный инулиновый концентрат в холодильнике. Да, друзья, вот этот продукт, я вообще считаю, я его очень люблю, он уникальный. Здесь содержится в 100 грамм продукта 70% инулина. Если вы кормили кашами, везде пишут, что пребиотик инулина. Но дело в том, что в кашах молочных, да, этого инулина содержится 1 грамм, 2 грамма. Здесь на 100 грамм продукта содержится 70 грамм инулина. Представляете, это концентрат. Откуда взяли этот инулин? Его взяли из ступеннабора. Вот полезней продукты нет у тебя на свете вообще. Можно всем аллергическим, можно детям с 6 месяцев, да. Можно абсолютно всем детям. Мы даем внучке в постоянной основе. Для того, чтобы вот эта микрофлора всегда была накормлена. Кстати, очень вкусненький, да, детки прям любят его. Заминять пивишкой жек тоже можно? Да, я расскажу, да. Так. Вот пивишка. Здесь тоже содержится инулин, да. Но здесь в виде дрожжей, глазероватик, да. Некоторые дети не хотят так пить, да. Едят такое. Вот у меня внучка любит такое. Но, если у вас аллергик, ребенок, и все-таки, если сладкого не даете, лучше давать вот этот. Потому что там все-таки в глазирователе чуть-чуть сахара есть. Чуть-чуть. У нас витамишка переела, и пошли пятна. Лучше этот давать. И шоколад там есть. Да, все из дрожжей давали, а мы как не видели, взяли, взяли. Ну, дети любят, да. Все равно. У нас вот вроде все, вот эти пивишки доступно. Ну, много, все, много, дети. Поэтому вот это преимущество. Если ребенок абсолютно здоровый, нормальный, можно давать вот это для профилактики, да. Если, ну опять не надо перебарщивать, да. Если есть какие-то проблемы уже, то лучше давать вот это. Вообще детям до года лучше давать вот это. Как мы его даем? Очень просто. Я беру столовую ложку, насыпаю вот на кончике чайной ложечки вот этот порошочек. На кончике? Я говорю, гулять детей до года. Кто-то ложками ест. А, да. А, да. Что-то ложками ест. И даем вроде бы ребенку, и даем запить водой. Я вот так даю. Не развожусь водой. Потому что, если разведешь, он просто не выпьет всю воду, в какой бы вы развели, да. А здесь ребенок сам вот эту кашу всю съест, вкусненькую кашу, да. И водичкой просто даю запивать. Мне кажется, это самое лучшее применение вообще этого пика. Взрослым кофейная ложка идет, да. Детям уже старше трех лет пол кофейной ложки, да. А маленьким деткам вот на кончике ложки разводим и даем. Можно давать на постоянной основе. Дело в том, что кишечная микрофлора тоже хочет каждый день кушать, как и мы с вами, да. Поэтому ее нужно кормить всегда. Наша главная задача, чтобы жила у нас кишечники нормальная кишечная микрофлора. Тогда дети, Маша, не будут болеть. Раз уж говорим про бифидолартобактерии и про пребиотики, а вот по эбифиду, его все-таки говорят лучше забивать именно капсулу. Капсулу? Почему она кишечная растворимая, лучше капсулу, да. Почему с трех лет даем? Вы бифидолартобактерии, которые... Не умеет глотать капсулу? У нас мучка, она знаете, как ее сделать? Она берет, лотик, она ее мусует, мусует, она становится мягкой. И она ее глотает уже, когда становится мягкой. Вообще, надо приучать ребенка глотать капсулу. Она просто берет и прилегает. Горночко наше такое. Сразу водить челанчиком. Мы с вами, у нас мастер. Капсулу. Капсулу. И еще, эльбифид можно поменять этим? Капсулу, у нас тоже есть. Вот, друзья, эльбифид, мы договорились. Эльбифид это непосредственный лактобифид и бактерии. А агатовый бальзам, агатовый бальзам, шикарный бальзам, это пребиотик. Это совершенно другое. Это для питания, для восстановления микрофлоры, как еда. Там вообще уникальный состав. Знаете такой продукт в аптеке дюфолак? Знаешь, что такое дюфолак? Лактулоза. Лактулоза, это пребиотик. То есть на лактулозе эти лактобифид и бактерии очень быстро размножаются. Это пребиотик. То есть пребиотик, пребиотик и бифид и бактерии, пребиотик, да? Нет. Пробиотики это лактобифид и бактерии непосредственно сами. Пребиотики это еда для лактобифид и бактерии. Все, два вида. И агатовый бальзам это пребиотик. Пив это пребиотик. Пивишка это пребиотик. Понятно, да? Даем для того, чтобы лактобифид и бактерия питалась и размножалась. Агатовый бальзам, вообще, я его очень люблю, все, заканчиваем, все уже. У нас еще просто для энергии мальчик во время жизни. Да, да. Просто я про время люблю. Сколько у меня минут осталось? Вы давно закончили. Я видела, энергии мамы, еще у нас была тема, но успеем играться. Ну, я заканчиваю, сейчас просто расскажу про агатовый бальзам. Агатовый бальзам – это прополис. Прополис – очень очищенная субстанция. Это не просто прополис какой-то, да, а очень очищенная субстанция. Но там 60% там чего? Лактулозы, друзья, дефолак. Но кроме, дефолаки, кроме лактулозы, больше ничего нету. А в агатовом бальзаме прополис, экстракт прополиса очень очищенный. А сам экстракт прополиса является пребиотиком. Он на патологические вирусы бактерии действует наоборот, как бы, как цитно действует, убивает, да. А на нормальный микрофлор, как пребиотик действует, на прополисе шикарно размножается лактулозы бактерии. Кроме того, прополис обладает противовоспалительным действием. А когда у ребенка есть какие-то процессы болезненные, всегда идет реакция воспаления кишечной стенки слизистой, да. Поэтому здесь прополис очень много функций выполняет. И кроме того, там содержатся экстракты таких трав, которые тоже обладают противовоспалительным действием для воспаления стенки кишечника. Это экстракт ромашки. Ромашки, вы знаете, да? То есть широко применяется отвар ромашки. Педиатры назначают поити отваром ромашки. Дальше там экстракт шалфея, экстракт куринского чая. То есть травы, которые улучшают пищеварение, которые обладают противовоспалительным действием вместе с прополисом, вместе с лактулозой. Это великолепный пребиотик. Как раз вопрос. Если сейчас ребенок приболел, то скажи, что происходит мокрой, то ребенок муриц был плевый, но раньше у нас всегда спасался серебряный бальзам. Раз уж его сняли с производства, ну, еще вопрос, вы сейчас основывали, выкусил производство или нет, можно его заменить оргазмом? Да, конечно. Можно оргазмом заменить тоже. Ваша задача восстановить быстрее микрофлору. То, что это выходит, это нормально. Это значит иммунная система сработала и вместе со с наследием выходят погибшие все микробы и токсины, яды. Это хорошая реакция. То, что отхаркивается, все выходит. Хочу сказать хорошую новость. Я только что приехала с нашим производством, с Новосибирска, что ученые наши решают этот вопрос, да, чтобы вернуть вот эту серию в сибирский прополис. В связи с законодательством, да, там просто мы перестали его выпускать, потому что мы очень законопослушная компания. Что-то опять придумали. Поэтому мы сняли с производства, но сейчас решают эту задачу и скорее всего в скором времени у нас вернется серебряный, и золотой, и других безобальзамов. Это не сказано, но мы рады. Нам такую информацию дали наши ученые, непосредственно врачи, которые проводили с нами там обучение. Друзья, и пробежимся, какие еще продукты для детей можно добавить на регулярной основе. Во-первых, сироп для предпринимательства, поддержки иммунитета. Как работает этот сироп? Он тоже тренирует иммунные клетки. Как вся микрофлора кишечника тренирует иммунные клетки, так и сироп тоже тренирует иммунные клетки. Здесь сироп вишневый, сахара там минимальное количество и создан на основе натуральных экстрактов. Или вишневый сироп, или яблочная основа. И плюс травы. Эхинацея, платы шипомника, чипрец, мать и мальчика. Великолепный состав. Ребенку можно давать на постоянной основе. Кроме того, с трех лет, да, если у вас затянулся какой-то кашель, вы знаете, что эти травы чипрец, мать и мальчика, они обладают отхаркиющим действием. Для профилактики даем чайную ложечку три раза в день ребенку. Если ребенок сильно кашляет, можно давать почаще. Не бойтесь, это не лекарство. Лекарства вы не боитесь давать, да? Токсические, с побочными действиями. Потому что врач назначил. А натуральные продукты почему-то боитесь давать почаще. Витаминка. Для иммунной системы очень важно наличие аскорбиновой кислоты. Вы знаете, обожаю вот этот манилат, малины шипронников. Смотрите, здесь 53% мармеладки содержат аскорбиновой кислоты. Вы все прекрасно знаете, что для иммунитета очень нужна аскорбиновая кислота. Так ведь, да? Когда мы болеем, идем к педиатру, нам говорят, аскорбинка в больших дозах. Так ведь? Почему? Потому что аскорбиновая кислота соединяется с клетками иммунной системы. Идет выработка внутреннего интерферона. Укрепляет сосуды. То есть аскорбинка, она очень важна. И когда ребенку болеет, на самом деле надо давать как можно больше. Вот здесь 11 основных витаминов и содержат, видите, все витамины. Потому что все витамины нужны для иммунной системы, да? Также содержат аспинаму и шипонник. Шипонник – это кладезь аскорбиновой кислоты. Но есть вкусные марклатки – малины, шипонник, которые не содержат сахара, друзья. Они очень вкусные. Вот у нас там штул для регустации есть. Кто не пробовал, обязательно поешьте. Ребенку давайте, пожалуйста. Все время надо давать. Для аллергиков. Смотря на что аллергия. Смотрите состав. На цветение. На цветение тут нет цветения. Цветение – это пыльца. Вот эти златые красения. Почему не взятая? Здесь нет сахара. Она жует у тебя? Они жуют. Здесь нет сахара. Дальше. Следующее. Омега-3. Омега-3 – жирные кислоты – это нормальный развитие головного мозга. Это нормальное зрение, друзья. Сейчас все дети тоже в телефоны смотрят, да? Если хотите сохранить зрение, омега-3 надо давать. Это нормальная здоровая иммунная система тоже. Потому что из ненасыщенных жирных кислот образуются тканевые гормоны. Это как источник, как сырье. Тканевые гормоны – это медиаторы просто блондина и лейкотриена, которые участвуют во всех воспалительных реакциях. Вот вы какие хотите? Которые вызывают воспаление или которые обладают противовоспалительным действием, чтобы у вас в организме вырабатывались просто блондина и лейкотриена? Какие вам важнее? Нам важны и те, и другие. Но из-за нашего питания у нас больше в нашем питании насыщенных жиров. Поэтому у нас больше вырабатывается именно вызывающих воспаление и поддерживает хронические воспаления в нашем организме именно жиры насыщенные. Поэтому омега-3 как источник ненасыщенных жирных кислот обязательно должен быть в рационе у ребенка. Кроме того, вы знаете, что у ребенка мозг развивается в первый год наиболее интенсивным образом, да? То есть сколько он за год учится всего делать, да? Поэтому нам обязательно важно, чтобы мозг развивался и ребенку, как воздух необходим омега-3, мы уже капсулы рыбки начали давать внучке с месяца, с месяца. Мы начали хвостик отрывать и капали в ротик сначала по капельке, потом к 3 месяцам уже всю рыбку выдавливали. Затем за 5 годов мозг под две рыбки уже лопало, как конфетки. Вот скажите, они как конфетки едят эти рыбки? Очень любят, да? Организм ребенка знает. Ну, я точно знаю, что это будет хорошее зрение у ребенка, не испортит он зрение, да? И я точно знаю, что мозг развивается. У нас в 5 лет ребенок читает лучше, чем первоклассник. Я вообще удивляюсь. В шахматы играет даже. Это не какой-то гениальный ребенок. Это просто мозг получает нормальную еду. Дальше. Еще какие слайды там есть. Так, ну все, да? То есть, смотрите, эти все продукты ученые специально разработали для наших детей. Вот они все здесь есть. Морбелатки альтернатива сладкому. Наши батончики вы сегодня тоже попробуете. Альтернатива сладкому. То есть, как можно меньше детям давайте сладкого, заменяйте на полезные продукты. И ваши детки будут здоровы. Ну, у меня все по первой теме. Сейчас кем смотрим, да? Спасибо. 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 Спасибо.